Новости в эфире телеканал Оркин Медиа, в студии Ольга Сивоха. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Законодательный ликбез или временная регистрация в гостинице, правила и сроки. То уже будут применены меры административного взыскания. Без отрыва от производства, как работники завода изучают государственный язык. Учеба может идти без отрыва от основной работы учеников. День спасибо! Балхашцы сегодня благодарили родных и друзей. Алло! Алло, мам! Да! Спасибо, что растила, за то, что воспитала меня. По стояльцам гостиниц тоже придется проходить временную регистрацию. Прописываться на время будут гости, которые живут в номере больше месяца. А в случае отказа владельцы отелей будут сообщать полицейским. Подробности нашумевшего закона разъяснили на встрече в Акимате. Новые правила коснулись и хозяев придорожных кафе. Им придется регистрировать у себя приезжих работников, которые будут жить в заведении. После 10 дней персонал и работодатель должны вместе прийти в Центр обслуживания населения и пройти временную регистрацию. Она действует год. После этого срока процедуру придется повторить. Стоять по долгу в очереди ЦОНа не обязательно. Занять свое место можно через электронно-цифровую подпись на портале электронного правительства. Если человек долго находится в больнице, специалисты сами приедут к нему для оформления временной прописки. Участковый инспектор полиции, если даже в случае он выявит такое правонарушение, может предупредить гражданина, объяснить ему порядок регистрации. Если уже гражданин, конечно, не примет меры по регистрации, в том числе и собственник жилища, то уже будут применены меры административного взыскания. Государственная музыка сегодня исполнилась ровно 11 лет с того дня, как впервые песня «Минэн Казахстанэм» прозвучала в качестве гимна. Дебют торжественной композиции состоялся в аккорде на инаугурации президента Нурсултана Назарбаева в 2006 году. Видео 11-летней давности выложили в сеть. На кадрах видно, как после принятия присяги главой страны начинается музыка. В первые минуты присутствующие начинают хлопать. Лишь после окончания первого куплета чиновники подносят руку к сердцу. Напомним, что патриотическая песня, ставшая народной, была написана композитором Шамши Колдаяковым на стихи автора Жумикена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна президент доработал первоначальный текст. На пачках сигарет появятся новые страшилки. Уже в марте в продажу поступят упаковки с другими картинками, которые предупреждают о вреде курения. Напомним, мусоршающие изображения появились на табачных изделиях в апреле 2013-го. На фото люди с тяжелыми заболеваниями и больные органы. Такие виды, по мнению чиновников от медицины, должны были повлиять на граждан и отучить их от вредной привычки. Для большей убедительности в этом году предупреждения решили заменить на новые. Уже через два месяца пачки сигарет украсят фотографии огромного ряда заболеваний. От парадонтоза до гангрены и рака. Площадь пугающих картинок займет не меньше половины упаковки. А вот наносить на пачки рисунки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном, например, ягоды и фрукты, теперь запрещено. Также нельзя указывать количество никотина и смол. Они страшные, я бы не курил. Там же видно, что это вредно. Польза какая-то есть? Конечно есть. Там же страшно умирать. Меня не останавливают. Вы курите? Потому что я уже 30 лет курю. Заводчане сели за парты. Без отрыва от производства работники транспортной компании изучают государственный язык. Преподаватели с центра языков сами приезжают на занятия. Пять раз в неделю специалисты ТО «Вираж-сервис Караганды» полным составом ходят на уроки. Желание изучать казахский язык проявили все, начиная с босса. Через три месяца весь класс ждет экзамен. Хорошисты и отличники получат сертификаты. После можно будет перейти на следующий уровень обучения посложнее. В прошлом году языковые курсы прошли 12 производственных коллективов. Пять из них выбрали для изучения английские. Занятия бесплатные. Наша задача обучить как можно больше людей государственному и английскому языку. При этом учеба может идти без отрыва от основной работы учеников. Прямо на цехах преподаем, хотя у нас самих есть оборудованные аудитории. В школах появятся стоматологические кабинеты, ученические медпункты переходят в ведомство управления здравоохранения. По новым правилам в заведениях, где больше 600 учащихся, должно быть три врачебных кабинета. Лечебные точки закрепляют за поликлиниками. В штат амбулатории ведут и персонал. Так врачи смогут создать круглогодичную систему оздоровления учеников. Раньше медицинские кабинеты в школах относились к управлению образованием. По данным осмотров, за прошлый год по области у детей низкий индекс здоровья. Часто встречаются патологии глаз, нарушения осанки, заболевания пищеварительной системы и зубов. Поэтому в январе 2017 года начали передачу медпунктов в ведомство здравоохранения. Их сейчас у нас в городе 17. В каждой общеобразовательной школе, включая Коны, Рат, Саяк и Гульшат. За здоровьем детей следят около 30 врачей и медсестер. Каждая точка полностью оснащена и включает два кабинета. Медицинский и процедурный. Скоро появится третий – стоматологический. Изменения не касаются учреждений интернатного типа. 11 школ у нас соответствуют санитарным требованиям по площадям. В шести школах имеется дефицит площадей. В девяти школах с количеством участия более 600 человек должны быть предусмотрены стоматологические кабинеты. В настоящее время только одна школа имеет дополнительный кабинет. Вежливая дата. Сегодня 11 января – Международный День Спасиба. Праздновать в мире его стали совсем недавно по решению ООН и ЮНЕСКО. Есть версия, что День Спасиба придумали производители открыток. В эту дату принято выражать благодарность окружающим. Магия праздника в том, чтобы вызвать положительные эмоции. А как балхашцы отреагировали на внезапное «спасибо» смотрите далее. Алло. Алло, мам. Так. Спасибо тебе. О, что за что? А, спасибо за это время. Чего пугаешь? Тебе спасибо за внучку. Спасибо. Викуся. Вика. Вот ваша внучка. Вот наша внучка. Алло. Алло, мам. Спасибо, что растила. За то, что воспитала меня. Хорошо. Спасибо тебе. Замечательно. Иди, я рада, что ты у меня есть. За то, что помогаешь, оберегаешь. За то, что любишь нас. За то, что мы всегда можем к тебе обратиться. Спасибо тебе за все, родная. Ну все, давай, не выздоравливай, не болей. А, спасибо. А, спасибо. Давай. Еще, еще раз. Говорю, спасибо тебе за помощь в экзаменах и спасибо за помощь в учебе. Спасибо. Что такое? Да, ничего, просто спасибо. И все. Спасибо. Я не знаю, что ли. Спасибо. Пожалуйста. Вот ты умничка. На сегодня все. На экране телефон нашей редакции и номер WhatsApp. Звоните, присылайте фото и видео с мест происшествий и интересных событий. И делайте новости вместе с нами. Всего хорошего. А впереди. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин